Выходя на поле со «Спартаком-2», Луч имел беспроигрышную серию с четырёх матчей и вдобавок новую полосатую форму. Второй состав московской команды тоже был собран и был выше в турнирной таблице. Последняя встреча этих клубов прошла ещё в мае. Тогда «Тигры» выиграли со счётом 2-0. Вот и в этот раз после стартового свистка уверенно пошли вперёд. Мячом «Жёлто-синие» владели больше и уже на 33-й минуте заработали пенальти. Кутьин шанс не упустил. Но не прошло и пяти минут, как «Спартаковцы» вошли во вратарскую зону «Луча» и вернули равный счёт на табло. Для одних это обидный гол в раздевалку, для других – пробуждение после долгого перелёта. Первые 30 минут не получились, потому что, может, где-то в таком составе давно не играли. Плюс адаптация после перелёта, плюс поле всё равно. Мы играем, тренируемся на искусстве. Он, конечно, здесь 30 минут «Луч» имел преимущество, но как только мы пропустили, здесь сразу прибавили, забили быстрый гол. И, в принципе, во втором тайме, наверное, считаю, что уже по делу переиграли «Луч». И действительно, вторую половину матча «Спартак-2» чувствовал себя как дома. Всего за три минуты гости смогли забить два мяча и уверенно выйти вперёд. И даже при счёте 1-3 москвичи не стеснялись продолжать атаковать. «Луч» в свою очередь смог вернуть один гол. На 84-й минуте Алиев ловко протолкнул мяч за воротаря. Надежда на камбэк, правда, рухнула моментально. В итоге зрелищный и насыщенный матч завершился в пользу московской команды при счёте 2-4. «Спартак-2» благодаря этому поднялся на шестую строчку. А вот приморцы пока утешают себя серединой турнирной таблицы. Десятое место из 20. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.